С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. О реализации молодежной политики в Ненецком округе шла речь на встречу губернатора региона с представителем профильного департамента. Что уже сделано для молодежи и какие изменения жду впереди. В микрорайоне новый поселок в ближайшее время появятся канализационные сети. Казаки северных земель. В окружной столице прошел круглый стол «Родина с народом, с президентом, со страной», что обсудили представители местного казачества, территориальных землячества и общественных объединений. Предварительное следствие завершено. Депутат Совета Заполярного района предстанет перед судом. Он обвиняется в сбытии наркотиков. Свою вину на допросе обвиняемый признал. В Следственном комитете России по Архангельской области и Ненецкому округу завершено предварительное следствие по уголовному делу о сбытии наркотиков. Фигурант дела – депутат Совета Муниципального района Ненецкого округа. Он обвиняется в незаконном сбытии наркотического средства в значительном размере. По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе на Янмаре, обвиняемый сбыл наркотическое средство «Гашиш» общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд. Уголовный кодекс Российской Федерации за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы. Студентам с инвалидностью, получающим среднее профессиональное образование в Ненецком округе на платной основе, компенсируют затраты на обучение. Соответствующий законопроект, разработанный Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа, по поручению главы региона Александра Цибульского, представил исполняющие обязанности руководителя профильного ведомства Антон Пустовалов. На сегодняшний день стоимость обучения в окружном учреждении профессионального образования составляет 35 тысяч рублей в год. Законопроект предусматривает компенсацию расходов стоимости обучения в средних профессиональных образовательных организациях Ненецкого округа инвалидам, не достигшим возраста 24 лет, а также родителям или законным представителям детей-инвалидов. Речь идет о получении образования по основным образовательным программам в очной форме. Целью принятия настоящего проекта является установление меры социальной защиты, направленной на облегчение финансовой нагрузки инвалидов, родителей детей-инвалидов при получении инвалидами, детьми-инвалидами профессионального образования по возмездной основе. Принятие указанного проекта потребует дополнительных бюджетных ассекнований из бюджета в 2019 году на компенсацию расходов за 2018-2019 учебный год в сумме 186 500 рублей для четырех студентов указанной категории граждан, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа. В дальнейшем средства на компенсацию за оплату обучения студентам-инвалидам будут предусмотрены в окружном бюджете на 2020 и последующие годы в плановом порядке. Документ будет вынесен на рассмотрение собрания депутатов Ненецкого округа для принятия поправок в действующий закон Ненецкого округа об образовании. Какую роль казачество играет сегодня в российском государстве? Как на Ненецкой земле оказались предки терских и кубанских казаков? И кто из главных атаманов страны привез в округ уникальный подарок? Сегодня эти темы обсудили во Дворце культуры Арктика. Там прошел круглый стол «Родина с народом, с президентом, со страной». На нем собрались представители местного казачества, землячеств и общественных объединений. С подробностями – Любовь Пермякова. Награды мы привезли, шесть наград. Награды изготовлены были в прошлом году в городе Сестрорецкий. Это в связи со столетней гибелью царской семьи. Там есть священник, отец Гавриил. Он является архимандритом. Он большой ценитель и любит царскую семью. И вот во знаменовании этой даты был изготовлен вот этот очень красивый и качественный крест. Казачий полковник, председатель Совета стариков по северо-западу Василий Быков показывает нам уникальный подарок, который привез в Наринмар из северной столицы. Сегодня в рамках круглого стола его вручили представителям администрации и местной казачьей станицы Пустозерской, которую возглавляет Василий Скляренко. В нашем казачестве все родовые, у всех корни именно. Ну вот у меня по войску это кубанцы, есть терцы. В чем работа заключается в казачестве? Ну, прежде всего, в воспитании молодежи. Через свои традиции детям передать именно уважение к старшему поколению, гордость за страну, пытаться что-то изменить к лучшему в своем характере, например, быть общительным, добрым. Станица Пустозерская была создана в 2017 году. Она стала региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз казаков, воинов России и зарубежья». Кстати, его войсковой старшина, представитель Верховного атамана по северо-западу, приехал в Наринмар, чтобы поделиться опытом работы и рассказать историю создания одной из самых успешных организаций России. Ну, она была создана 10 лет назад, создана Водоладским, который был атаманом Всевеликого Донского войска. Сейчас ее возглавляет Деконов Николай Леонидович. Ну, соответственно, цель организации – это объединение. Я, наверное, в курсе, да, что казаки как бы есть регистровые, есть нерегистровые. И, в принципе, это мы считаем неправильным. То есть казаки, какие бы они ни были, регистровые или нерегистровые, они все должны быть в одно, за одно и в одну сторону. По словам Дмитрия Мухина, у казаков славная, но непростая история. Казаки всегда были в честь у государства в период войн, не раз выручая свое отечество. В то же время, в течение последних 300 лет государство не раз хотело ликвидировать статус казаков, особенно в советский период времени. В новой же истории России взят курс на его возрождение. В настоящее время деятельность данной организации, да и в целом всего российского казачества, трудно недооценить. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием призывников, готовят их к военной службе. Кроме того, казаки участвуют в мероприятиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий и стихийных бедствий. В охране общественного порядка, защите границ Российской Федерации, борьбе с терроризмом, обеспечивают экологическую и пожарную безопасность. Социальная активность, диалог на равных, проведение форумной кампании и возможность получения образования молодежи округа в современной форме профессиям, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем. Об этом шла речь на встречу губернатора Ненинского округа Александра Цибульского с исполняющим обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Антоном Пустоваловым. О реализации молодежной политики на территории региона в текущем году смотрите в нашем следующем сюжете. Особое внимание на встречу Александр Цибульский обратил на федеральный проект «Диалог на равных». Это дискуссионные студенческие клубы, куда приглашаются выдающиеся личности, добившиеся профессиональных высот и имеющие богатый жизненный опыт. Они беседуют с молодежью и рассказывают о том, какой путь им пришлось пройти, чтобы добиться успеха в жизни. К нам же приезжают гости разные в регионы, депутаты Государственной Думы, члены правительства и другие интересные творческие люди. Наверное, вам есть смысл с какой-то регулярностью приглашать их на такие встречи с нашим молодежью. Вот у нас там была Оксана Пушкина, и просто сейчас мне пришло там Светлана Журова, Ирина Роднина, в общем, такие легендарные люди, которым точно есть что рассказать. Они провели форум, но одновременно можно было бы и приглашать их к молодежи, чтобы они поговорили с молодежью. Завершение строительства здания молодежного центра откроет для подрастающего поколения новые возможности. Весь второй этаж центра будет занят под технопарк «Кванториум», что обусловлено важнейшей задачей реализации молодежной политики в регионе дать современные навыки и компетенции подрастающему поколению. Мы все прекрасно понимаем, что не за горами через 5-6 лет те профессии, которыми, может быть, владеем мы с вами, станут не очень востребованы в мире. И поэтому надо сегодня уже именно через такие вот современные образовательные молодежные центры стараться дать первые навыки вот этих вот новых профессий, чтобы они хотя бы могли вот эту новую форму профессиональной апробации пройти или профессиональной пригодности попробовать понять, что для них более близко. Исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства Антон Пустовалов рассказал, как будет проходить работа «Кванториумов». Предполагается, что это будет модульный блок, рассчитанный на три месяца обучения, где молодые люди успеют освоить проектную деятельность, собрать команду для того, чтобы создать новый проект, а потом сами смогут его защитить. Также в здании центра планируется разместить 3D-принтер, на котором ребята смогут воссоздавать разработанные изделия в осязаемые формы. Мы связывались со Сколково, мы смотрели по тем программам, которые там у них можно получить для того, чтобы наши дети могли прийти и получить какое-то образование онлайн с их запроса. Вот у ребенка есть именно какое-то, не знаю, новое направление, которое у нас в регионе нету, да и вообще его очень сложно получить. Даже в Москве сложно, может быть, найти какой-нибудь, не знаю, дизайнеры веб-среды. Как отметил глава региона, немаловажной задачей является подготовка для работы в Кванториуме квалифицированных кадров, как руководителя, так и преподавателей по всем направлениям. В завершении рабочей встречи Антон Пустовалов рассказал о планах по организации каворкинг-центра. На сегодняшний день в окружном бюджете заложены средства на подготовку проекта, на переоборудование одного из зданий в городе под эти цели. Он будет включать и организацию уличного пространства около него. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жилые кварталы микрорайона «Новый поселок» в скором времени подключат к канализационным сетям. В настоящее время управление городского хозяйства готовится к строительству коллектора и пуска наладки очистных сооружений в районе так называемой «Бондарки». Основное, что мы должны сделать МПУ, это выполнить коллектор. Это 300 метров соединить, то есть, которые сегодня выполнены, например, соединить с очистными. И в связи с этим должна с 1 сентября начаться наладка очистных сооружений, пуск в эксплуатацию. Ну а дальнейшее, конечно, предусматривать, если мы это все сделаем, ну, должны сделать. Мы к этому стремимся, сдаем очистные, разрабатывается будет проект, и будет канализоваться уже новый поселок. Подключать к сетям планируются дома, которые не входят в реестр ветких и аварийных. Кроме того, в дальнейшем на территории микрорайона планируется возведение новостроек, которые, благодаря появлению канализации, будут полностью благоустроенными. В Госстройжилнадзоре Ненинского округа подвели итоги собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в первом полугодии 2019 года. Они составили 29 миллионов рублей. Как сообщили ведомстве, на территории округа взносы за капитальный ремонт на счет регионального оператора Фонд содействия реформированию ЖКХ вносят жильцы 339 многоквартирных домов. Жители еще 9 многоквартирных домов перечисляют деньги на специальные счета, открытые на каждый дом. По информации Госстройжилнадзора Ненинского округа, общий уровень собираемости средств по региону составляет 86%. Самый высокий показатель традиционно у ТСЖ «Дворянское гнездо». Ведомстве напомнили, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт установлена ЖКХ. Собственники, которые считают уплату взносов в фонд добровольным, либо уверены в необходимости заключения договоров для уплаты взносов, рискуют стать должниками со всеми вытекающими последствиями. Добавлю, что в 2019 году в Ненинском округе проведут капитальные ремонты 11 многоквартирных домов. Всего на выполнение работ планируется выделить более 116 миллионов рублей. Из них порядка 100 миллионов – это взносы собственников. На волне обновления городского облика Управление городского хозяйства Нарьинмара объявило торги на выполнение работ по благоустройству территории сквера по улице Ваучейского. Проектом предусмотрен ремонт облицовки памятника портовикам Нарьинмара и элементов благоустройства парка. Сюда входят ограждения, электроосвещение, подсветка памятников и другие работы. На территорию сквера переместят и памятный знак погибшему экипажу буксира «Комсомолец». Его реконструируют и установят 13 мемориальных табличек с именами погибших членов экипажа. Вопрос о переносе этого памятного знака рассматривался с 2014 года. Городская общественность пришла к мнению, что из-за изменений в городской инфраструктуре мемориал оказался в неподходящем месте. На сегодняшний день он находится у дома номер 11 по улице Портовая. Добавлю, что стоимость всех работ оценивается в 5 миллионов 400 тысяч рублей. Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 7 августа 2019 года. Работы по контракту должны быть выполнены до 30 сентября. Борьба воды и пламени. Баня номер 4 в микрорайоне лесозавод неоднократно восстанавливалась после пожаров. Пожалуй, это единственный городской объект, про который до сих пор ходят народные легенды. Однако легендарный объект изрядно поизносился. Городские власти решили построить новую баню в течение ближайших трех лет. В начале 2019 года специалисты управления городского хозяйства Нарьинмара провели обследование здания и выявили дефекты конструкций. В частности, у здания неустойчивый фундамент из-за особенностей грунта в микрорайоне. Износ основания составляет более 50%. Такой же большой процент износа у перекрытий. Внутренние конструкции, стены, двери и пол находятся в удовлетворительном состоянии. Посетители общественной бани жалуются на холод в помещениях. Специалисты говорят, что сквозняки возникают из-за дефектов в конструкции черного пола. В настоящее время баня номер 4 находится на косметическом ремонте. Капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку затраты на обновление помещения соотносятся со стоимостью строительства нового здания. Добавлю, глава города Олег Белак дал поручение управлению строительства ЖКХ и градостроительной деятельности совместно с управлением городского хозяйства актуализировать информацию по текущему состоянию здания и определиться со стоимостью проекта строительства новой бани. Сегодня в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Льготы распространяются на граждан, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными сроком на два месяца. Согласно закону, подписанному главой государства, граждане страны, имеющие потеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период выплат. В течение полугода они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту. У россиян, которые смогут претендовать на льготу, размер среднемесячных выплат по кредиту должен превышать 50% дохода. Также отсрочку могут получить семьи, в которых увеличилось число иждивенцев с одновременным снижением дохода более чем на 20%. Центр арктического туризма перейдет под ведомство окружного департамента финансов и экономики. Соответствующее постановление принято сегодня на очередном заседании администрации Неницкого округа. Изменение отраслевой принадлежности государственного бюджетного учреждения обусловлено тем, что с 1 января следующего года все полномочия по осуществлению деятельности в сфере туризма будут переданы Департаменту финансов и экономики, который станет первоприемником этой сферы деятельности у Департамента образования, культуры и спорта. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Его принятие не повлияет на расходы и доходы окружного бюджета на 2020 год и плановый трехлетний период. Центр арктического туризма – некоммерческая организация, учредителем и собственником имущества которой является Неницкий автономный округ. Учреждение создано в декабре 2015 года. Летний сезон в самом разгаре. Какие туры приобретают окружные отпускники в этом году и сколько средств тратят на отдых, узнала наша съемочная группа. Туристические вкусы в этом году у жителей северного региона не поменялись. Сенсации, по словам руководителя одной из турфирм Наринмара Юрия Тюлюбаева, не случилось. Лидеры не поменялись по сравнению с тем, когда мы встречались в прошлый раз. Это Турция, Тунис, Кипр, Болгария, российское побережье. Ну и еще, конечно, европейские страны для тех, у кого есть шенгенские визы. Ездим не только мы, едут и к нам. В этом году за два месяца округ посетили туристы из Германии, Польши, Вьетнама и Китая, а также других стран. Заполярный регион открывают для себя и российские туристы. Сегодня мы выезжаем с ребятами, которые просто прилетели на три дня и, собственно, даже ничего не знали про Наринмар, чем здесь заняться. Вот они решили просто съездить в Тундру. Такие туристы тоже есть. Несколько дней назад было совещание при администрации с авиакомпанией «Руслайн», которая объявила о том, что вводит дешевые тарифы для охотников и рыбаков. И вот как раз эти ребята прилетели из Уфы за полторы тысячи рублей, купив билет и абсолютно не думая о том, чем они будут заниматься здесь. Действительно, воспользоваться этой промо-акцией от авиакомпании «Руслайн» могут все желающие. Слетать из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга в Наринмар или наоборот можно всего за полторы тысячи рублей. Единственное условие – нужно взять с собой ружье или удочку. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин